Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Здесь бы вот Чайки начать с этого, лишить погонов Наташу Поклонской, тогда понятно, что генеральный прокурор будет честен и открыт. Вот нам с вами. И он может тогда говорить о деградации следственного аппарата. Однако же давайте почитаем, что сказал Юрий Чайка. 21 февраля 2018 года. Вот мы читаем, я скриншот даю, как вы знаете, поэтому я вам могу сказать дальше, что. Выступая на совещании в Туле, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил, что за последние десятилетия российские следственные органы заметно деградировали. Если 20-25 лет назад следователь и преступник – это борьба интеллектов, то сейчас все очень просто. СИЗО, особый порядок, в котором сегодня рассматривается до 70% дел, и наступает деградация. И он считает, что может таким же образом реагировать на законные требования прокуроров, к сожалению, не. Так высказался прокурор. Также Юрий Чайка сказал, что следователь должен реагировать на законные требования прокурора в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства. Однако в нынешних реалиях это не так. Генпрокурор с сожалению отметил, что подобный уровень для многих российских следователей – это космос. То есть они перестали быть образованными. То есть они не имеют что высшего образования или корочки все куплены. Напомним, ранее президент Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре существенно усилить надзор за следствием. Сейчас ходит множество слухов о том, что в ближайшее время система правоохранительных и следственных органов готовится, там готовится фундаментальная перестройка. Существуют две основные концепции реформ аппарата следствия, которые обсуждаются в сети. Согласно первому, Следственный комитет будет возвращен под полный контроль прокуратуры или вообще будет расформирован. Согласно другой концепции, сконцентрированное в СКР следствие распределится между другими ведомствами. К примеру, ФСБ может получить право возбуждать уголовные дела в отношении спецсубъектов – прокуроров, руководителей следственных органов и адвокатов. Ну, великолепно, конечно, ФСБ на себя тоже натягивает такое одеяльце, ведь не думают люди о законе, да, они одеяльце натягивают, где можно получать средства, где можно получать деньги. Вот они могут возбудить против прокурора, а прокурор раз им и отстегнет кусок, а то и два, и получается дело уже не возбуждено. Это такое доходное место, надо сказать, когда ты имеешь возможность возбудить уголовное дело на прокурора или работников следственных аппаратов. А то, что Чайка возмутился и сказал о деградации, а у нас Крым собирал подписи на обследование, психическое обследование генерала Крыма Натальи Поклонской. Вы понимаете, это же абсурд. Эта девочка в 22 года, ее посадили на престол Крыма, надели ей погоны, она двух слов связать не могла, речь совершенно не прокурорская, она даже не знала слов, она не владела лексикой. Вот где был Юрий Чайка, скажите тогда, а? А не он ли подписывал приказ о ее назначении, скажите? Ну вот здесь-то правда, видите, и открывается. То, что я сказала про 22 года и про то, что Наташа не имеет образования должного, и что Наташа никогда не работала в прокуратуре. Это я говорю в роликах, посмотрите мои ролики за 2016, 2015, 2014 год, посмотрите. Там есть как раз у меня порядка 6 или 8 роликов о Наташи Поклонской, о том, что она вообще ничем не владеет. А уже потом есть ролики, где крымчане подают на ее умственные способности. Подали петицию, петицию подписали 10 тысяч человек, для Крыма это много. Однако же ВОЗ и ныне там. Ну так где Юрий Чайка с деградацией следственных органов? Ну возьмите вы и возбудите, поднимите, пожалуйста, биографию Поклонской, она же вся липовая. Вся липовая, поднимите вы то, как она пришла на престол прокуратуры. И кто вообще посмел поставить, смеяться над крымскими народами? Вот эту девочку, неумную, больную, необразованную, кто посмел поставить, кто посмел плюнуть всем крымчанам в глаза? А вот тогда мы поговорим о деградации следственных органов. Юрий Чайка, давайте, вперед, делайте, возбуждайте. Или слабо? Я Таня Карацуба, Сиитбурхан.